I have ways of blowing things up. Наконец-то. Как? Энтером прошел? Да. Я уж подумал, что ты не проснешься. Это было бы иронично, верно? Я Харон. А, я был недалек от истины. Паромщик. Перевозчик духов. По крайней мере, был до твоего появления. Не могу сказать, что я жалею о своем уходе, но у меня остались здесь неоконченные дела. Боюсь, тебе придется подхватить их и завершить вместо меня. В конце концов, это мой самый последний день. Как тебя зовут? Стелла. Стелла. Добро пожаловать, Стелла. Я вижу, ты прихватил с собой друга. Как его зовут? Таффадил. Нарцисс. Понятно. В таком случае, вы разделите ношу на двоих. И снимите ее с моих плеч. Как я и сказал через пару минут, я покину этот мир. И поэтому ты здесь. Ты станешь новым паромщиком. Послушай, эта задача не из легких, но суть проста. Подбирай заблудших духов, застрявших на островах, а потом, когда они будут готовы, привези их сюда. Умирающие души не могут совершить переход сами. Тебе придется осуществить их последнее желание и помогать им до их последнего вдоха. Офигеть. Этот огромный круглый мост. Вечные врата. Альфа и Омега. Начало и конец. Сюда ведут все пути и дороги. Здесь бытие встречает свой предел. Нет, задачи важнее этой. Что? Никогда не забывай об этом, Стелла. Вот. Мне нужно тебе кое-что отдать. Так, с этим будь очень осторожна. Это вечно свет. Это символ твоего статуса в этом мире. Единственный инструмент, который тебе здесь понадобится. Погоди. Что это ты? Это нарушение всех традиций. Что ж. Прекрасно. Вечный свет будет помогать тебе в пути. Его свет горит во тьме. Последняя надежда для духов усопших. У каждого будет свой вечный свет. Прикольно. Пока что, кстати, чертовски красиво. Прям очень нравится. Надежда есть. Пламя. Непоколебимый свет. Маяк вечности. Эта ноша тяжела и неудобна. Но нет. Долго выше и благородней. Судьба заблудших духов теперь в твоих руках. Слушай, я тоже не сразу всему научился. Постарайся не теряться. Иди вперед. Шаг за шагом. Ты скоро привыкнешь к этому месту. Приспособишься к работе. В конце концов, ты ведь новый паромщик. О, и последнее. Когда я покину тебя, тебе нужно будет найти собственный корабль. Мой не подходит. К тому же после моего ухода он исчезнет. Ты найдешь корабль недалеко отсюда, если будешь грести в правильном направлении. Скорее всего. Пора в путь. Прощай, Стелла. И удачи. Тебе она пригодится. Прощай, Харон. Хе-хе, у меня есть весло. Ну что ж, ребят, пока мы плывем. Краткая предыстория и почему мы здесь. Как вы знаете, у нас на этой неделе закончился один большой проект. И я как-то не хотел посреди недели начинать новый. И тут мне подвернулась эта игра и отзывы у нее прям чрезвычайно положительные. Ой, блин, она утонула. И я такой решил, давайте сделаем посмотряшку и... Пробел, чтобы прыгнуть. Я же пробел, чтобы прыгнуть выше. Понял. В смысле, удерживайте. Я здесь. С... Ага, понял. И... Да. Стелла. Это и правда ты. Ну-ка выпрямись, дай-ка я на тебя посмотрю. Угу. Угу. Отлично выглядишь. И нарцисс тоже здесь. Ээээ... Придется нам найти щетку для чистки одежды. А, видимо, это все-таки не так очевидно. Угу. Это я. Гвен. Хорошо, что ты меня нашла. Ну если ты здесь, значит... О, ты новый паромщик. Ты теперь выполнишь работу Харона. Я пыталась от него избавиться и попала сюда случайно. Угу. А я торчу на этом ужасном острове уже неделю. питаясь сардинами и сигаретами, что, блин? Забавно, раньше я всегда вытаскивал тебя из передряг. Я вижу, у тебя теперь есть вечно свет. Ну, конечно. Видишь там корабль? Да. Наверное, вижу, вот он. Это он. Он выглядит слегка потрепанным. Ну, давай захватим его. Я уверена, что он поплывет. Ведь ты теперь паромщик. Ладно, встречаемся на палубе. Я все объясню. Так вот, ребятушки, у нас на очереди есть проекты, которые начнутся со следующей недели, но... Ой. Котика можно погладить? Да. Чтобы взаимодействовать с подсвеченным предметом. Отлично. Напишите, что вы думаете об этой игре и... А, я могу плавать. Окей. Я думал, что все... Он такой бежит по воде, типа... Ааа, холодно, холодно. Напишите, что вы думаете об этой игре и... Хотите ли вы увидеть, что будет дальше? Я на самом деле вообще без понятия, что будет дальше, потому что я эту игру вижу впервые. Я ее только-только вот скачал, установил, чуть-чуть звук подправил, перевел, ну, поставил в настройках русский язык и все. Поэтому сейчас посмотрим, что тут будет происходить. Пока что мне очень нравится рисовка, атмосфера. Посмотрим. Сюда. Ладно, поехали. Ну, поехали. Надеюсь, мой шикарный... Шикарный мех не слишком помялся. Я, кстати, не знаю, что это за... Там было написано, что это дополнение Стелла. То есть, наверное, тут был какой-то... До этого геймплей. Ну, просто я же говорю, я начинаю отсюда. Чудесно. Так. Я не из тех, кто скачет от радости, но это прекрасно. Гораздо лучше, чем я ожидала. Ну, я считаю, эта лодка теперь твоя. Согласна? Хорошо. Ты паромщик, так что твоя новая работа подбирать заблудших духов. Попав на борт корабля, они обретут свой истинный облик. По крайней мере, такая у меня теория. Чего ты так не смотришь? Иди сюда и обними меня немедленно. Если что, я не знаю, кто это. Ладно. Обнять. Поговорить. Еда. Офигаси. Неплохая менюшка. Прикольно. Ну, давайте обнимем. Я же не против. Тэк гораздо лучше. Пойдем со мной. Посмотрим на этот хаос. О! Я могу посидеть. Я могу посидеть с котиком. О, нет. Что ты хочешь? Вот это бардак. Напоминает мне старый двор тети Петуньи. Прекрасный хаотичный памятник чьей-то лени. Или жизненные возможности что-то выбросить. В любом случае нужно что-то с этим делать. То моя аллергия на пыль проснется. Я подумаю. Есть только один способ тут убраться. Тебе придется познакомиться с Альбертом. Это местный корабель. Корабел? Корабел. Понятно. Шутки у него ниже плинтуса. Но только он может помочь мне с починкой корабля. Просто отправляйся на верфь Альберта. Хорошо. Ты, наверное, пытаешься понять, как заставить корабль плыть. Это как раз очень просто. Вот я нашел этот ключ на острове. Он открывает каюту на корме. А там ты найдешь карту с проектом. Оттуда, откуда я все знаю. Если ты помнишь, я планировала побег. И ты меня знаешь. Я всегда все планирую до мельчайших деталей. Мельчайших деталей. Иди, открой каюту, Стелла. Используй карту. Использовать карту должно быть не очень сложно. Просто нужно отправиться на верфь Альберта. Хорошо. Если в этой игре можно гладить кота, эта игра автоматически превращается в хорошую игру, наверное, да? Так, а тут что? Ладно, подсвеченные предметы. Ну, то есть. Итак, каюта. Кстати, выглядит прикольно. Спать я пока не могу. Он спускается по лестнице. Так, хорошо. Карта. Порт Альт. Новая. Дверь Фальберта. Прикольно, кстати. Перемещение по карте. Интересно сделано. С координатами. Не знаю. Мне нравится. То есть вот так вот мы путешествуем. Просто наводясь... А теперь я могу поспать? Нет, вон сверху прогресс нашего путешествия. Давайте, может быть, выйдем с Теллом. Что ты хочешь? Насколько понимаю, корабль плывет с помощью того вечного света. Так он и пересекает океан, и находит заблудших дух. Теперь понятно, почему я ничего не могла сделать одна. Признаюсь, это очень увлекательно. Коту явно весело. Ладно, наверное, все слишком внезапно. Харон, вечные врата, паромщик. Этот корабль и я здесь. Так много всего должно быть. Ты пытаешься понять, что здесь происходит. Честно говоря, я сама не знаю. Но можно мне положиться. Я постараюсь помочь тебе во всем этом разобраться. Как я уже говорил, я хотела сбежать отсюда. Сама что-то мне мешала. Теперь, когда ты здесь, я начинаю понимать. Ставлю тебя в покое, не бойся. Посмотри, корабль. Можешь попробовать порыбачить. Все в твоих руках. Порыбачить. Я думал, это просто посидеть. Ну ладно. Ясно? Я не знаю. Так, ладно. На шлюпке я, наверное, буду... Я могу так делать. Можно посидеть, можно... Классный вид. Так, сверху у нас время суток показывает. Мы, кстати, уже почти приплыли суперски. Ну-ка, на руки. Супер. Я могу забраться сюда. Не знаю зачем, но могу. Уже хорошо. Так, ну что ж, мы на месте. Новый маршрут. Верфь Альберта. Круто. Безмерно этому рад. Я тут не могу стрейфы делать. Хм, хочется. Вот и приплыли. Собственно, да. Теперь прорезь на верфь и обнови свой чертежный стол. Угу. Угу. Единственный способ убрать весь хлам. Интересно, с чего все это состоит. Судя по запаху, здесь не меньше семи видов грязи и пыли. Семь видов. Ну да, это у нас для путешествия. Угу. Я думал, я туда поплыву. Ну ладно. Итак. Альберт у нас акул. Хорошо. Добро пожаловать на мою верфь, юная путешественница. Мои цены лучшие друзья покупателей. Меня зовут Альберт. Я занимаюсь корабельстроением всю свою жизнь. Полагает, ты новый паромщик? Ну конечно, кто же ты еще? В любом случае, тебе удалось запустить корабль и приплыть на нем сюда. А, Гвен, молодец, что посоветовал тебе обратиться в мое скромное предприятие. Ну-ка посмотрим, что тут у нас. Симпатичная лодочка. Ну, пожалуй. Не слишком ли у нас большая просадка? Ну ладно. Забавно выглядит. Точно-точно как та, которую я построил на своей старой верфи. Видишь ли, хорону надоел. Его мрачный промозглый ковчег. Честно говоря, старик все время был всем недоволен. Но клиент всегда прав. Так что я построил ему новую лодку получше. Разумеется, он так не бросил свой старый корабль. Сила привычки. Но ты не волнуйся, можешь оставить ее себе. Будем считать, я тебе ее одолжил. Фига себе, я ее вообще нашел. По морским законам все, что найдено в открытом море, принадлежит нашедшему. Так, хорошо. Дай я тебе еще кое-что скажу. Ты знаешь, у нас тут ходит шутка про стройку. Не волнуйся, мы еще над ней поработаем. Если что не смешно было. В общем, скажу тебе так. Немного любви эта рыбка снова засверкает. Первым делом тебе понадобится хороший чертежный стол. Тебе повезло. Что ты сегодня добрый. Так что я тебе его дарю. Совершенно безвозмездно. Типа да, когда симпатичная девушка приходит куда-то и внезапно начинают дарить вещи. Совсем не подозрительно. Ладно. Он, конечно, совсем простенький. Чего уж говорить. Но все следующие улучшения стоят сущие гроши. Так что покупать их будет сплошное удовольствие. Просто попроси у меня улучшить корабль. О, тут на тап. Ну все, в принципе, правильник стать довольно логичное. Поднять паруса капитан Гвен. Улучшить чертежный стол. Я понял. Так, улучшить. Отлично. Новичок. Бесстрашная выдра. Любопытный криль. Средняя лодка. Это отважный ламантин. Неустрашимый дельфин. Дрочливый нарвал. Так, а мужественный кит. Ясно. Так, чертежный стол. Новичок. Стоимость. Ну, лечок. Хорошо, сделали. А это стоимость 1050 будет. Улучшение для корабля. Почтовый ящик. Ледокол. Гимнгер. О, это звучит интересно все. Новичок. Эмитюр. Любитель. Ремесленник. Ясно. Я бы не сказал, что стоит это сущие копейки. Но ладно. Ты сможешь строить и ремонтировать постройки на корабле. Вот так. Так. А, ну, то есть, типа, еще стоит поговорить. Ну. Вкуснятина. Ну, если ты захочешь корабль побольше, повеселее. Всегда готов помочь. Возвращайся, когда на корабле станет тесновато. До встречи. Ну, что ж. А! Я никак немножечко не прихнул. Хорошо. Наконец-то. Итак. Хорошо. Альберт отдал тебе его бесплатно и одолжил тебе корабль? Подозрительно. Вот я ж как бы тоже это же и сказал же. Ладно. Хорошо. В прыжок сбивает диалог. Ладно. Трудно угадать, что он задумал. Но все это звучит зловеще. Ладно. Давай-ка займемся пока самым срочным делом. Нужно убрать мусор с палубы. Поднимись к новому чертежному столу над своей каютой и выбери перемещение. В этом режиме ты сможешь... Та-та-та-та-та. Ресурсы попробую. Я подожду здесь внизу. Чертежный стол наверху у нас. Вот он. Посмотреть. Ремонт. Гора мусора. Утилизировать. Супер. А, больше ничего за пределами изучить я делать не могу. Ну и отлично. Так. Так. Хоп-хоп-хоп. Ну-ка. Отлично справилась. Стелла, хорошая новость. Теперь у тебя достаточно ресурсов, чтобы построить на корабле. Гостевой дом. Необходимое дополнение. Необходимое дополнение. Это будет место, где новоприбывшие духи смогут отдохнуть и поспать. Ну, спать там точно не очень удобно. Я могу тебе сразу сказать, что никто не хочет провести там больше одной ночи. Но это лучше, чем спать на палубе. Звезды, конечно, красивые, но доски твердые. Да и влажность ужасная. Доверяю тебе это удачи. Я могу это прямо здесь, с чертежного стола сделать, так? Да, построить. Отлично. У нас есть... Вот. Гостевой домик. Ну, давайте вот тут. Блин, домик на палубе, это, конечно... А ты кто такой? Кухня. Не хватает этого, не хватает этого, не хватает ничего. Спасибо, я понял. Ты там будешь, типа, жить, да, теперь? В этом гостевом домике. Очень милый гостевой домик. Чувствуется твой стиль. Как всегда, прекрасная работа. Теперь я могу там где-то присесть, насладиться видом. Понятно, что для своей пушистой задницы я это все делала. Ладно. Постой. В чем дело? Происходит что-то странное. А, следовало ожидать. Я проголодалась. Очень проголодалась. Ты знаешь, пола из меня никакого. У тебя всегда это получалось превосходное. Может быть, ты уже даже наловила рыбы. Осталась одна проблема. Я не могу есть сырую рыбу. Разумеется, я могу попробовать. Но, скорее всего, подавлюсь костью. И на этом моя жизнь оборвется. Я уверена, что ты не желаешь мне такого конца. Как бы это ни абсурдно не звучало. Так что тебе нужно снова использовать чертежный стол и построить на борту кухню. Я точно видела там чертежи для нее. А также необходимые ресурсы. Черт. Тебе нужны сияющие студии. Есть только один способ его раздобыть. Я. Ладно, надо было сказать тебе еще, когда мы только встретились здесь. Есть одна вещь, которую я боюсь больше всего на свете. Темная сущность. Мне жутко даже думать о ней. Бездна, которая пожирает все, даже свет. У нее много обличий. И мне она всегда являлась в виде медузы. И да, я знаю, что это смешно. Это сияющий студень для кухни можно получить только из медуз. Так что у нас нет выбора. Мне придется посмотреть страху в лицо. Но ты здесь. С тобой у меня хватит сил. Ты сразу видишь их на карте. Они образуют темное пятно ужаса. Иди. А мне нужно собраться с силами. Что-то, блин. Ладно. Так. Не клацать и удерживать. Хорошо, я это просто прочитал. Сельдь. А тут можно рыбачить. Знаете, вот эта фишка немножечко на Animal Crossing похожа. Две селедки. Слушай, давай я тебе эту селедку приготовлю. Хорошо. Нам нужно... Уплыть к медузам. Сияющий студень. Ну, поехали. Блин, а уже вечер, кстати. Смотрите, какой... Ой, тут чайки. Ха-ха-ха, прикольно. И солнце, по-моему, движется в реальном времени, или мне кажется. Ну, то есть, оно такое ниже, ниже. Смотрите, по сравнению с носом корабля, прям реально вечереет. Мы к медузам приплывем ночью. Это будет, конечно же, интересно же. Так, что у нас еще в гостевом домике есть? Я могу посидеть, я могу выйти, могу поговорить. Настроение. А, можно чекнуть настроение. Любимая еда, любит, не любит, покупает. Покупает волокно? Что, блин? Фига ли, эта олениха на мою голову взялась? То есть, ее обустраивай, ее корми, ее то-то-сё-то. Кто ты вообще? Да, я понимаю, что, наверное, там у этой игры была какая-то предыстория. Это я сейчас сюда пришел, блин, ночь началась. Черт, вот и они. Помни, тебе нужны медузы с сияющим студнем, их сразу видно. А вообще, пусть как можно больше медуз лопнут, ты в любом случае получишь блики. Я подожду тебя внутри, здесь мне слишком тяжело, иди, я в тебя верю. В смысле, иди, ты собиралась там бороться со своими страхами? Так иди, лови. Блин, мне рыбы... Ясно понятно. А как мне на крышу? Вы нормальные? Так, ладно, я понял. Тут медузы летают почему-то. То есть мы играем в игру про море, но медузы здесь летают. Как, почему, не знаю. Ну, всех поймать невозможно, ну, по крайней мере, с тем видом корабля, который у меня есть. Фантастика. Ладно. Вот это да. Это было нечто. Ты вертелась и сверкала, как метеор. Без тени, страха и сомнений. Ты ни капли не изменилась, Стелла. Тебе удалось собрать достаточно сияющего студня, чтобы построить настоящую кухню. Вперед, ступай. Я буду тепеливо ждать, медленно переваривая себя. Ну, ну. Я не якобы голодна. Ну, молодец, что ты не ты. Так, нет, мне не сюда. Постройки. Что у нас там? Поле, огород, кухня. Ну, наверное, вот. Мне не нравится, что оно так. Может, я как-то можно развернуть? Погодите. Поменять местами. Ладно, пока так поставлю, потом посмотрим. Я бы их, на самом деле, передвинул бы как-нибудь. Так, это мы пока не знаем, что только гостеводомик мы построили. Хорошо. Супер. Побежали. Теперь ты можешь использовать духовку на кухне. Там всегда, там все довольно просто. Запихиваешь ингредиенты в духовку и ждешь. Можешь попробовать на этих кукурузных зернах. У меня тут появились, у меня тут завалялись в кармане. Не терпится снова увидеть твое поварские искусства в действии. У тебя все получится. Спасибо. Не, как бы я понимаю, что все это обучение, все это сделано для того, чтобы я научился что-то делать. Но вот эта вот олениха... Я не знаю. Так, хорошо. Кукуруза. Переместить. Переместить. Кот телепортировался. У меня есть йо-йо. Ну, из этого света. Оно может быть мячика, может быть йо-йо, может быть чем угодно. Волшебные перчатки. Три попкорна. Неплохо. Так, дайте-ка я рыбу приготовлю. Я уже чувствую запах еды. Да-да-да, подождешь. Я сейчас рыбу еще приготовлю. В темноте платить невозможно, нужно ждать рассвета. А, понятно. То есть это были сумерки, а сейчас... Надо будет пойти поспать. Ясно-понятно. Рыба долго, кстати, готовится. Стелла. Ах, да. Забыла тебе сказать. Как видишь, корабль не плывет ночью. Я думала, это связано с тем, что твой вечный свет... Ну, свет или какая-то другая формальность. У этого есть плюс. Все могут спокойно его испаться, а ты в это время можешь заняться своими делами. Или просто отдохнуть на палубе, глядя на звездное небо. Я советую тебе тоже поспать в твоей уютной комнате на втором этаже твоей каюты. Проснешь свежее и бодро, и корабль снова поплывет с восходом солнца. Ой, раз ты сейчас вспомнила об этом, ты меня знаешь. Вставать рано не мой конек. Ты можешь всех разбудить с помощью вон того колокольчика. Понял. Не забудь. Зайти нужно в определенное время. Думаю, раннее утро вполне подойдет. А теперь я, пожалуй, пойду вздремну. До завтра, Стелла. Спокойной ночи. Иди спи голодной. У меня тут рыба доготавливается. Я пока котейку поглажу. У меня все хорошо. Так. Хорошо. Вытащу рыбу. Я понимаю, что часы останавливаются ночью, да? Часы ночью останавливаются, и можно заняться теми делами, которые ты не успел днем. Например, наготовить еды и сделать еще что-нибудь. Я уже не знаю. То есть у нас будут определенные духи, которых мы будем подбирать днем. Ладно. Нам нужно еще один день прожить. Посмотрим сейчас рыба. Пожарится уже наконец-то, может быть, а? Давай. Быстрей. Рыба долго готовится. Попкорн быстро, рыба долго. Ну хорошо. У нас есть рыба на гриле. Суперски. Значит, самое время отдохнуть. Спать до утра. Спать до утра, да? Спать до утра, нет. Ну отлично. Знаешь, что переключиться на часы вкл-выкл-экран? Так это всего лишь часы мне убирает. И что? Типа, чтобы атмосферу не портило? Ну, мне нормально. Так. Вставай. Я съем что угодно. Понятно, блин, за всю ночь. Просто дай мне какой-нибудь еды. Е. Да. На тебе. Попкорн. Ты его просила? Ну, от голода я пока не умру. Спасибо, Стал. Это лучше, чем я ожидала. Да уж, ты всегда творила чудеса на кухне. Не забывай. Духи не питаются солнечным светом. Нас тоже нужно иногда кормить. Тебе придется самой разобраться, кто что любит. Ой, фига себе. Что касается меня, ты, наверное, помнишь, что я всегда любила утешительную еду. Это в смысле как? Что я готова жизнью отдать за чашечку крепкого кофе. Но я не приверя для вас. Я съем все, что угодно. Главное, не повторяй. Что, блин? Не повторяйся? Ой, пока не забыла. Должна была тебе кое-что отдать. Я не уверена, как именно это работает, но обл – символ перехода. Это плата, которая обязана заплатить тебе каждый дух. Но почему-то мне кажется, что ты это и так знаешь. Ну, монетки, да. Так, ладно, давай займемся об устройстве корабля. Как ты, наверное, заметила, на твоем чертежном столе есть чертеж для поля и огорода? На корабле! Ну, ладно. А это значит, что ты можешь выращивать кучу всего и превратить корабль в очаровательную ферму. Мне нужен будет корабль побольше. Я бы первым делом добавила поле. Здесь будет проще найти для него ресурсы. И еще ты можешь выращивать там лен, например, из которого, в свою очередь, можно делать множество вещей. Нам нужно будет только устроить поле, но и… А, не только устроить поле, но и купить для него семена. Ну, это потом. Нам нужно съездить на остров поблизости. Он называется бухта Моссштейн. Там есть то, что нам нужно. Я тебе все объясню, когда мы туда доберемся. Ладно. Это пока что звучит немножечко странно. Новая бухта. Ну-ка. Ну, понимаешь, что я должен понимать. Так, какого-то скоростного перемещения у нас нет. Пока мы перемещаемся, мы можем половить рыбку. Мы можем… То есть, ребятушки, не знаю, как-то, как по мне, я пока что эту игру вижу, что ли, больше для стримов. Потому что на прохождение она займет очень много времени, мне кажется. То есть, я посмотрел, сколько там кораблей, сколько там апгрейдов. Нет, выглядит все очень интересно и очень классно. Ну, еще одну селедочку поймали. Я просто думаю, что… Это игра, в которой будет интереснее именно играть, а не смотреть. Так что, я думаю… Ну, опять же, пишите в комментах то, что думает, кому как что понравилось. А там посмотрим. У нас все-таки когда-то запланированы стримы. Пока еще не знаю, когда они будут. Вот. И, возможно, эта игрушка будет стоять в очереди на стримы. Или же на стримах займемся чем-то другим. Посмотрим. Мне интересно сейчас приплыть на этот остров и глянуть, что там творится. Дайте, я, наверное, сейчас поставлю рыбу готовиться. Так. А-тан-тан. Новый маршрут. Бухта Монштейн. Верните меня на корабль, пожалуйста. Все, я поставил готовиться. И я просто свалю пока что. Пока она готовится. Взгляни на это. Давай смотрим этот островок. Может быть, мы найдем там что-нибудь интересное. Интересно, если рыба переготовится, она… Сгорит? Черт. Ладно. Ну, заодно и проверим. Валим отсюда. Если он… То есть у нас есть волшебное весло. Почему у нас нет волшебного мотора для этой лодки? Ладно. Что я забрал? Пустая бутылка. Бутылки с бликами. Ладно. Какое величественное дерево? Ну, можешь его срубить. Да. Все в порядке. Не волнуйся. На самом деле, это лучший способ добыть нужную тебе древесину. Беспокоиться не о чем. Еще одна интересная особенность, лично, света. Я с котом буду это пилить. Вали. Отличная работа. Супер. Поздравляю. Ты стал смертью разрушителями миров. Шутки в сторону. Продолжай. Наруби еще деревьев. А потом мы сможем вернуться на корабль и устроить поле из всех этих кленовых бревен. Я подожду возле шлюпки. Ах ты. Да. О, ягоды. Супер. Они просто собираются, да. Наруби еще деревьев. Ну, то есть, мне нужны особые деревья, да, вот эти вот. Ну, что, выглядит как такое интересное. Причем, я смотрел, там есть коопчики и всякое такое. Я сейчас играю в мультиплеер, потому что... Потому что я играю в мультиплеер. Вот. Ну, выглядит довольно забавно. Ну-ка. Так. Чтобы добывать руду быстрее, отпускайте как можно позже. А! Интересная механика. То есть, нужно держать, но нельзя передержать. Ну, хорошо. Можно добывать руду, можно добывать дерево. Кот бегает по воде просто божественно. Ну, так-так-так-так-так. Так, а вот это здесь зачем? Ладно. Есть ли тут, возможно, какие-нибудь сократики? Возможно. Не знаю. Вот эта штука, она больше... Она вроде загорелась, но она больше не реагирует. Деревья срубили, все сделали. Блин, хорош курить! Шмалит просто направо-налево. Горит? Нет, нормально. Три рыбы. Короче, по-моему, еда не сгорает, да? Она просто появляется, что она готова, и все хорошо. Ладно, учнем это. Построить... Поле. А-а-а! Серьезно? Вот это интересно. То есть я могу... Давайте так. А, выглядит лучше, чем я думала. Есть в нем какая-то изюминка. Просто, ну, элегантно. Теперь тебе нужны будут посадить полевые семена. Семена могут расти только в предназначенных для них местах. Огородные семена не будут расти в поле. Может, ну, понятно. Ты меня знаешь, у меня были пластиковые кактусы... У меня бы и пластиковый кактус не выжил, так что... Не верь мне на славу. Мне приходит в голову только одно место, где их можно найти. Теодор специализируется на семенах. У него есть лавочка... Хорошо. Сомнительная контору. Шатки, моральные ценности. Да, в этом мире тоже есть серьезные проблемы с нечестным бизнесом. Я хочу, чтобы тебя обобрали, поэтому пойду с тобой поговорю с ним сама. Именно как-то делалось с наглыми енотами. Просто отъявленный мошенниками. Поплыли в Хаммингберг. Хаммингберг. Хорошо. Поплыли. Ой, смотри, там еще Медузы есть. Ну что ж, ребятушки. Я думаю, что... На этом подляделочке мы, наверное, пока что закончим. Приостановим. Мы поняли, что это за игра, какой здесь геймплей и всякое такое... Ну, я же говорю, она классная, она прикольная. Но мне кажется, это как раз тот тип игры, в которую будет приятнее просто поиграть самому, чем смотреть. Не буду ничего пока что утверждать, ничего пока что такого категорического говорить. Пишите в комментариях, что вы думаете. На следующей неделе у нас начинаются новые проекты. Будет еще много чего интересного. Приходите, смотрите. А пока что, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек и всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok